с добрым утром доброе утро вам из киева доброго добрый ранок добрый ранок доброе утро из губкина доброе утро из москвы добрый ранок с полтавщины добрый утром я всех приветствую спасибо 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 1 2 3 кто еще желает всем доброго утра у нас сегодня солнечно и прекрасно у всех настроение настроение позитива на весь день ухты спасибо спасибо доброе утро говорите с добрым утром с добрым утром как классно ребят я благодарю вас за утреннее приветствие как очень было удачно сказано с добрым утром счастливые люди да именно так потому что мы самые счастливые люди на планете мы самые вообще знаете самые самые вот смотрите сегодня понедельник это самый прекрасный день в неделе просто начинается новая неделя новый драйв новые такой какой-то знаете закручивается что-то такое новенькое интересное чувствуете это скажите кто чувствует сейчас чате можете чуть там написать себе там немножко ручками помахать кто чувствует это да неделя она закрутиться в очередной раз так вот так будет офигенно просто поэтому мы точно самые счастливые люди на планете потому что мы ждем каждый каждую новую неделю и каждый понедельник чувствуете чувствуете конечно чувствуете потому что на эту неделю у нас очень много дел запланировано у нас много разных крутых мероприятий у нас много разных крутых событий которые будут происходить с каждым и с каждым по отдельности и с каждым где-то вместе значит что сейчас я наблюдаю это по прошлым нашим неделям это ваши встречи ваши поездки лидеры просто наши красавчики которые сейчас ездят по разным городам и проводят встречи я вижу как приходит много новичков на эти встречи я вижу как вы туда приходите заряжаетесь разные страны просто полет в разные страны и да да это очень круто я я полностью понимаю все это ваше состояние и настроение когда вы передаете вот мы провели встречи мы проводим встречи полностью понимаю все знаю что в эти выходные у нас еще была где-то встреча мы даже получали видео и много видео много разных фото мы получали с этой встречи и если сейчас на связи у нас например наталья захарова наталочка с добрым утром ты у нас как организатор встречи которая была на выходных расскажи пару слов что было что вы делали алло алло меня слышно доброе утро наталья захарова наш топ лидер да слышно рассказывай у меня нет слов у меня действительно одни эмоции мы здесь сидим уже многие уехали не как провожаем данный момент слушаем зарядку у нас пять человек рядышком и знаете это неизбываемая была встреча у нас солнечная лариса сделала себе футболку с qr-кодом и ходила здесь перед отдыхающими время и к ней регистрировались по этому qr-коду на футболке это работает причем вот вообще очень очень здорово у нас мы проводили и конференц-зале потом мы снимали еще отдельно помещение ужин вчера такую прощальный так сказать да потому что многие уехали вообще все восторги мы и отдыхали и поработали и поговорили ну вот нет слов и все кто приезжал гостевой визит у нас было достаточно много людей из параллельных структур из параллельных команд приезжали ну насколько я знаю говорят что тоже были все восторги и это место где мы были ну и от нашей команды в том числе поэтому присоединяйтесь следующий раз тоже к нам и мы всех вас будем ждать всех будем встречать и ну вот вот что еще можно сказать тут тут нет слов правда ребята вообще вот нет слов чтобы описать вот это то состояние уезжать не хочется вот мы вот в лакшери вот реально это лакшери полное и не хочется домой вот не хочется ну но надо а не хочется оставайтесь там у нас многие у нас остаются продлили это лакшери наше здесь да да мы здесь кричали мы тут зажгли зал вот если там видели у нас в нашем чате скидывали девчонки пришли такие все унылые под караоке меня у меня там мяукали и зашла наша бригада ух там все там стены тряслись там все оглядываются мы начинаем фотографироваться там какие-то кричалки на видео записывать люди а кто такой глаза в это вытращат а кто такой меркурий давайте к нам а вы сначала расскажите кто такой меркурий расскажем давай сначала к нам потом расскажем в общем ну вообще очень очень круто очень очень здорово очень очень-очень здорово и бассейны бани все 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 валентину понравилось сергею как себя понравилось белоусову валентину майсуса ну все восторги реально все классно здорово а кто такой меркурий расскажите расскажите да интересно кстати а кто такой меркурий меркурия там и отвечайте все очень просто меркурия там и что мы хотим посмотреть узнать тут и что у меня уже посмотрел узнал все тебе подходит нравится круто классно да круто классно все вот это меркурия Абсолютно точно вы говорите. Кстати, только что вы озвучили очень крутую тему с QR-кодом на футболке. И что хочу сказать. Когда... Вот как это все работает? Это тоже записывайте себе на будущее, берите на вооружение себе такой крутой способ привлечения внимания людей, рекрутинг, вообще реклама и все. Вот QR-код на футболке. Отлично. Когда ты будешь идти один и там что-то там с людьми общаться или вот сканируй QR-код, это даже прикольно может быть. И кто-то так умеет делать и может делать. И я так когда-то делала, будучи даже одна. И нормально. Все, так можно. Но следующий вариант. Когда ты в компании с нашими людьми, вы идете, вас заметно, вы смеетесь, вы громкие, вы заметные, вы очень заметные. И тогда намного проще сказать, ой, а что там такое? Ой, а вы такие классные, что такое? Что там, праздник, день рождения, еще там какое-то торжество. Да, у нас вообще праздник каждый день, у нас торжество каждый день. Вот все, сканируй. И у тебя сразу уже, здесь уже у тебя QR-код. То есть, когда ты что-то делаешь в компании с другими людьми, получается все намного проще. И намного легче. Поэтому, ребят, еще раз, встречайтесь, общайтесь, устраивайте себе выездные такие мероприятия почаще. Пусть даже они у вас будут каждую неделю, пусть они у вас будут каждые уикенды. Вы можете ездить туда с семьей, вы можете там даже скоро каникулы детей с собой тоже брать, потому что вы будете ездить в какие-то классные места. И договаривайтесь вместе, проводите как можно чаще такие совместные мероприятия. Это очень сильно привлекает внимание. Это дарит такое ощущение для ваших новичков, потому что вы их тоже к себе привлекаете вместе. У них появляется это ощущение, что вообще возможно все в этом мире. Да, потому что не сразу ты к этому привыкаешь, не сразу ты прям так можешь все ощущать. А да, в этом мире вообще возможно все, все, все. Вот, так что очень благодарю за такую наводку, за такое напоминание. Наташа, что вы сказали? И Ларисе Солнечной, конечно, огромный респект за идею и за реализацию. Да, я знаю. Я знаю вас, я помню вас, как мы общались. Вот так. Ну что, наша неделя тоже будет солнечная, как и каждый день, и как все наши уже прошедшие недели, ну и, конечно, новые и будущие. Итак, сегодня у меня аватарка на зарядке. Открой сердце для нового и интересного. И хочу, чтобы эту неделю мы прожили именно с таким посылом. Открывай сердце для всего нового и интересного. Знаете, мне вот, чтобы зажить той жизнью, как я живу сейчас, мне потребовалось стать вот так, чуточку смелее во всем просто. В своих желаниях, в своих где-то там увереннее, естественно, конечно. То есть желания там, все-все-все, что еще с этим связано. Открыться всему новому и интересному, что есть в этом мире. Говорить жизни да, всегда. То есть на разные предложения, на разные идеи. Что-то новое, увлекаться этим новым, быть любопытным. И вот это все ежедневные маленькие шаги, которые и ведут тебя вперед, вверх и вперед всегда. И так может абсолютно каждый человек. Поэтому напоминай себе периодически, каждый день, что вот новый день, в этом мире все для меня. И все зависит, что у меня будет, чем я буду владеть, что я буду иметь из этого всего, зависит только от меня. Что сейчас я буду делать? Ничего просто так не падает на голову, а все это получается результат твоих действий и твоего выбора. Что ты выбираешь сегодня делать? Идти вперед, смело, активно, дерзко, решительно. Или что-то тут стоять, мяться на месте. Я в какой-то момент для себя приняла решение, что я теперь буду всегда дерзко, активно, решительно идти вперед. Да, потребовалось смелости, поэтому тут будьте смелее. Мы вместе. И это есть ключевой такой момент, что ты не один. Один фига с два ты чего вообще можешь сделать. А когда нас много, когда мы вместе, мы вообще способны и горы свернуть. Поэтому, ребят, помните об этом. И напоминайте себе ежедневно еще, что нужно открываться для нового, для интересного. Открывай свое сердце. Ну и, конечно, не сиди на месте. Фигач, фигач по полной. Расскажу вам, что мы сегодня еще, покажу уже, что мы сегодня обговорим на зарядке, потому что у нас прошлая неделя порадовала множеством новинок, множеством разных у нас инноваций технических в том числе. Итак, первое. У нас добавлена дополнительная настройка, двухфакторная аутентификация. Это стало очень удобно для многих, особенно у кого там почты разные, там имейлы, смски, там что-то еще. Появилась аутентификация через Телеграм. Кто уже попробовал, я знаю, что многие уже попробовали это, особенно в первую очередь это сделали наши топы и наши лидеры. Ну и теперь надо рассказать об этом способе всем нашим другим участникам. Этот способ, кстати, является еще дополнительным удобством, ну и безопасностью, конечно, для аутентификации через Телеграм. Как это сделать? Сегодня я на канале опубликую сразу инструкцию, как это сделать. Кто-то уже попробовал, ну вам тоже проговорю. И на будущее я хочу, чтобы вы запомнили. Все настройки, все изменения, все проверки, которые вы делаете в своем аккаунте, это ваша информация, ваше имя, фамилия, ваш email, ваш номер телефона, способ подтверждения входа, когда вы входите. Это все делается в EID, в настройках EID. То есть если вы зайдете просто в кабинет, например, кэшфлоу, и там будут, вы видите там свое имя, фамилию, вы ничего там изменить не можете, и никто ничего там не может изменить. Все настройки происходят только в EID. Я сейчас вам скину, ну, кстати, это тоже будет и на канале. Так, сейчас, буквально секунду. Я вам скину сейчас эту ссылку, и вы запомните ее для себя и сохраните навсегда на будущее. Вот наша ссылка EID cards slash login. Вот я только что ее сейчас бросила. Пожалуйста, себе ее скопируйте. Сохраните себе в заметке в телефоне, чтобы она у вас всегда была в легком доступе. То есть то, что открыл в браузере, сохранил в браузере, это хорошо, конечно. Но можно ее еще сохранить в настройках, где-то в заметках в телефоне, чтобы в любой момент можно было скопировать, передать вашим новичкам, передать вашим участникам, ну, и у самого, чтобы все было под рукой. Запомните, здесь происходят все настройки доступа в ваш аккаунт. Значит, как у вас будет происходить подтверждение. Все настройки вашего имени, фамилии, телефона, почты. То есть если у тебя изменился почта, ну, и у тебя изменился email, адрес, и ты хочешь теперь, чтобы у тебя был другой ник, ну, образно, никнейм, да, то есть вот та почта, через которую входишь в кабинет, заходишь сюда и здесь ее меняешь. Если у тебя изменился номер телефона или вдруг ты обратил внимание, что ты там допустил ошибку при регистрации в написании номера телефона, заходишь сюда, здесь редактируешь. Значит, каждый лидер просто обязан уметь делать здесь все абсолютно манипуляции, все здесь настройки. И, конечно, потихонечку обучать этому всех новичков. Все постепенно, все по очереди. Не надо прям, напоминаю, не надо в первый день загрузить новичка всем-всем-всем. Пусть постепенно новичок интересуется, пусть у него будет тысяча и один вопрос к вам. И самое главное, чтобы вы узнали ответы на все эти вопросы и вот так могли мастерски перед ним. А вот так, а вот так, а вот так. Есть это. То есть сохраняйте себе E-Eddie Card, настройка. Здесь можно делать все-все. Да, для того, чтобы войти, вот Елена спрашивает, захожу по ссылке и попадаю в кабинет. Вы не попадаете в кабинет, вы попадаете в окно входа E-ID, вводите там свой логин и пароль, и потом вы попадаете уже в аккаунт, в свой аккаунт в E-ID. Запомните. Ваш кабинет на каждом сайте нашего фонда, кэшфлоу, поток кэш, всех наших валют разных, это ваш кабинет. Где ваши потоки, где ваши деньги, копилки, начисления. А еще у каждого есть аккаунт в E-ID. Знаете, что вы же входите, что на европлатформу, что на платформу поток кэш, что на другую еще платформу. Вы входите с одними и теми же данными. Да, у вас один логин, один пароль. То есть у вас один аккаунт в E-ID. Это центровая вещь. Причем в money storage и в сберкассу вы тоже входите с этими данными. Это ваш аккаунт. Поэтому момент подтверждения входа и двухфакторной аутентификации, он должен быть очень четко у вас защищен. Значит, если вы выбираете себе аутентификацию с помощью email, когда код для подтверждения входа и разных операций будет приходить вам на email, то, значит, ваша почта под большой защитой. Если вы выбираете через SMS, кстати, сейчас надо посмотреть по SMS, некоторым SMS-ки могут не доходить просто. Это все, знаете, все эти операторы. То есть я этот способ не выбираю для себя лично. Очень рекомендованный способ с помощью одноразового пароля. То есть это наш аутентификатор. То есть в Google аутентификатор есть у нас инструкция, как его себе установить и как через него тоже делать себе вход. Топы это знают. Можете отдельно провести еще себе тренинг по этому вопросу и потренироваться делать так. Ну и вот сейчас дополнительно у нас появился вход. Это через Telegram. И для этого, ребят, Telegram твой тоже должен быть под большой защитой. Мы с вами на прошлой неделе как раз говорили о безопасности твоих социальных сетей и в том числе Telegram. Я, помните, я вам иногда рассказывала, что у меня есть там подписка на разных блогеров. И вот сейчас я смотрю, что в Telegram-канале одного из блогеров, причем, ну там это, так сказать, блогер, это канал там этикета. Так вот, там довольно-таки много подписчиков и довольно-то очень интересная леди. И она пишет, что мой Telegram взломали. Пожалуйста, не отвечайте на сообщения, когда вам будут писать, просить там каких-то денег или вообще чего-то. Вот, то есть бдительность и внимательность еще раз должна быть всегда, каждую минуту. Поэтому если ты выбираешь себе подтверждение через Telegram, то, соответственно, ты не делаешь все то, о чем мы с вами говорили в среду. Не ведешься там разные каналы, разные там подписки, голосовалки и все то другое, что может привести к печальному последствию твоего аккаунта в Telegram. Вот, разобрались с вопросами, да? Есть у каждого из нас один аккаунт в EID. Вот он, наш EID, сверху написано, вы видите. Чтобы попасть в EID, вот я вам сверху сбросила информацию. EID cards. Это ваш аккаунт. Там все ваши настройки, там все ваши данные и то, что вы можете, ну и редактирование тоже всех данных. И уже через EID, вы всегда именно через EID попадаете в money storage, в сберкассу, в поток кэш, в кэшфлоу, в кэшфлоу польский, в кэшфлоу крысский, испанский, в кэшфлоу европейский. Все-все-все. Все сайты, там, когда ты майнеры пополняешь, на криптекс ты заходишь через EID. Так, чтобы купить майнер, чтобы пополнить все, там, в твой кошелек e-currency ты тоже входишь через EID. Это вот твой аккаунт. Есть? О, спасибо. Пишите спасибо, да, шикарная и полезная информация. Вот так. Теперь вопрос пришел. А если изменить email, то на всех площадках изменится вход во все кабинеты, кэшфлоу и поток кэш? Абсолютно точно. Если ты здесь в EID, здесь в настройках, изменил свой email, вот теперь ты входишь в money storage со своим новым email, в сберкассу со своим новым email, в поток кэш с новым email, в кэшфлоу евро с новым email. На все-все платформы ты входишь теперь со своим новым email. Очень удобно и очень мне это нравится. Наш доступ через EID в наши аккаунты. Может быть, есть еще вопрос по этой теме? Ну, с этим все понятно. Поэтому новость прошлой недели, что добавился фактор подтверждения входа и других операций через Telegram. Сейчас на канале скоро я опубликую инструкцию с видео. Огромная благодарность моему мужу, который все это быстренько для нас оперативно сделал. И каждый теперь сможет себе так сделать. Я попробовала, тоже прикольно, классно. Угу, есть. Идем дальше. У нас еще много всего на сегодня. Идем дальше. Так. Кто уже видел в кабинете, кто уже видел в money storage в сберкассе новую кнопочку? Знаете, когда у нас что-то появляется новенькое, я даже не всегда об этом сразу объявляю. Я даже наблюдаю, а когда же вы сами об этом спросите? И очень часто об этом первыми спрашивают топ-лидеры, конечно. И вчера когда спросили, а что это у нас здесь такое новое? Что это за BB? Увидели вчера? Кто вдруг заинтересовался? А кто вдруг видит впервые сейчас? Ставьте такой нолик. Кто уже встретил и видел дальше то, ну, увидел раньше, можете поставить единичку. Тоже сейчас интересно посмотреть среди присутствующих на зарядке. Как бы вчера воскресенье еще, день встреч максимально. Так. О, много ноликов. Ну, единичек тоже много. Молодцы. Ну, единички преобладают, конечно. Ну, еще бы, потому что на зарядке это самые-самые... Видели, видели супер-возможность, да, пополнения и вывода, да. Итак, ребят, у нас в Money Storage и в Сберкассе появился новый способ пополнения и вывода USDT. Вы видите, что у нас вот кошелек USDT. Вот справа, видите, тезер USDT. Давайте сейчас стрелочку включу. Возму еще стилус. Сейчас, секунду. Вот, ой, это рисование, извините. Вот так, наверное. Так, что такое? Это опять рисование. Вот так. А где же указка у меня? Уже рисование. Вот, все. Вот моя указка. Вот, видите, это кошелек Tether. Здесь у вас может быть... Вот именно здесь, где выделяю, у вас может быть по-разному написано, потому что это имя кошелька. Вы его сами даете. Кстати, его тоже можно редактировать в настройках Money Storage. Мороджа или Сберкасса. Оно у вас, может быть, при создании там просто набор цифр пока еще, ну, это номер кошелька еще. И вы можете ему сделать уникальный другой номер кошелька с цифрами. Все равно останется. И можете сделать ему имя другое. Значит, это валюта. Значит, валюта Tether. И здесь добавились еще реквизиты. Вот они, эти реквизиты BB. Значит, этот способ появился специально. То есть, видите, он начинается с BB. И адрес кошелька, он тоже начинается с BB. Сейчас пока здесь написано BB, но потом мы еще изменим название. И это собственный способ биржи BlackBit. Пока другими биржами не поддерживается, но собственный способ для пополнения биржи BlackBit сразу с Money Storage и со Сберкассы мы сделали. И наоборот, чтобы из BlackBit выводить, можно было сразу в Money Storage и в Сберкассу. Этот способ намного сейчас облегчает покупку e-currency, чтобы можно было зайти легко на BlackBit и купить всем e-currency. Значит, у тебя есть USDT в Money Storage или в Сберкассе. Ты хочешь пойти купить e-currency на биржу BlackBit? Конечно, я понимаю. И если так чуть-чуть посравнивать цены, на BlackBit цены пока выгоднее всего. Я чуть-чуть так периодически мониторю, смотрю. И да, эта тенденция так и держится. Поэтому да, конечно, очень логично ходить за покупками e-currency именно на BlackBit. И чтобы это стало еще легче для всех нас, значит, вот у тебя есть USDT, здесь у тебя в Money Storage, например, в Сберкассе аналогично. Ты хочешь перевести средства на биржу, чтобы купить там e-currency. Очень просто. Идешь в Money Storage, в Сберкассу, нажимаешь перевод, как обычно. Вот сколько ты отдаешь, например, ты там хочешь 100 тезеров завести на биржу, чтобы купить e-currency. Здесь выбираешь вот BB кошелечек. Сразу пишешь адрес, который ты возьмешь на бирже. Тоже у нас сейчас в ближайшее время появятся инструкции, как это делать. И все, и переводишь. Адрес на бирже тоже начинается с этих букв BB. И он там намного короче. То есть там после BB буквально несколько цифр. Там, по-моему, 6 цифр или не скажу, сколько точно. Но он короче, этот адрес. Все. BlackBit. Вот эта BB-шечка, это означает BlackBit. Вывод на биржу BlackBit. Там покупаешь себе e-currency спокойно, потом e-currency ты выводишь себе в money storage или сберкассу, куда тебе нужно. И наоборот тоже это работает. Если ты занимаешься куплей-продажей e-currency на бирже BlackBit, и ты хочешь вывезти оттуда USDT на money storage себе и сберкассу, то ты также это делаешь. У тебя они здесь появляются. Именно в кошельке USDT. То есть если ты выведешь, вот смотрите, здесь в кошельке сейчас 1266. Если ты выведешь из BlackBit сейчас 100 тезеров себе через вот этот канал, у тебя здесь станет 1366. То есть это намного быстрее, это выгоднее, потому что комиссии там всего лишь полпроцента комиссия. Нет всех этих разных комиссий там с дополнительными какими-то кошельками, с дополнительными переходами. Вот. И все. И ты очень быстро заводишь средства на биржу, чтобы купить e-currency. И в обратную сторону тоже можешь легко из биржи USDT завести себе в money storage и беркассу, ну, чтобы у тебя здесь были денежки на все твои дальнейшие действия, потоки, пополнения. Вот. Так, Игорь спрашивает, ты при создании реквизитов какую выбрать сеть? Смотри, Игорь, очень просто. Здесь даже не нужно создавать реквизиты. Вот ты пишешь перевод средств, выбираешь внешние реквизиты. Здесь ты пишешь сумму, сколько ты отдаешь, выбираешь вот здесь себе BlackBit, и тут просто введешь себе адрес кошелька своего, который ты только что возьмешь на бирже BlackBit, чтобы туда перевести. И все. И здесь перевод. Все вообще намного проще. У нас с каждым разом в каждый наш сервис удобнее и круче. То есть очень много таких действий, которые даже мы не замечаем, а они есть. Все. То есть вот такое уже у нас есть обновление. Оно уже у нас давно, в принципе. Ну, этим можно пользоваться. Так, кто-то здесь просто сделает инструкцию. Ну, да, они появятся в ближайшее время уже, и все мы сможем пользоваться. Угу. Класс. Смотрите, сколько всего. Теперь e-currency стала покупать еще проще и еще выгоднее, потому что их надо покупать. И все. И этим сказано просто все. А для того, чтобы покупать e-currency и было за что их покупать, то нужно, конечно, чтобы твои денежные потоки были мощными, чтобы начисления были конкретные, серьезные, и у тебя, и дальше на пополнение твоих потоков оставалось. На жизнь тебе полностью, ну, на пополнение твоих потоков было сколько? Новый стартовый создать себе, растущий постоянно себе пополнять. Накопительный поток, ребят, напоминаю вам вообще о разнообразии наших потоков, и вдруг ты там давно себе не делал чего-то. Накопительный поток себе, новенький сделать. Денежек в будущее нужно будет еще больше, потому что деньги, скажем, днем все дешевеют и дешевеют. И сегодня там на тысячу евро можно купить вот сколько, а через время на тысячу евро коробок спичек. Вот и все. Поэтому, ну, мы очень прекрасно замечаем это по отелям. Вот сейчас снова, когда у меня неделя путешествий по отелям, обращая внимание, думаю, ну, блин, они еще почти в два раза выросли в цене по сравнению с прошлым годом. И что это просто? Деньги дешевеют и все. То есть теперь на один и тот же отель, образно, что тебе и в прошлом году, тебе нужно теперь там почти в два раза больше денег. И все. То есть это не значит, что там подорожало, это просто деньги дешевеют. И значит, что тебе надо просто, чтобы у тебя больше было этих денег. И все. Вот так. Поэтому надо, чтобы у тебя были мощные денежные потоки, твои личные. И так, чтобы тебе обязательно было на создание нового стартового, нового накопительного, пополнение растущего, быстрые потоки себе покрутить тоже неплохо очень. Лотерейку сыграть. Кстати, хотела вам сказать про лотерейку. Где джекпоты? Где джекпоты? То есть пять из двадцати пяти всем так сильно нравилось. А когда уже вернулись к нашей стандартной схеме, мы же показали всем, что... И мы же все увидели, что джекпоты можно срывать хоть по несколько раз в неделю, когда ты покупаешь больше лотерейных билетов. Поэтому включайтесь снова в этот режим. Потому что Дмитрий меня спросил, а где джекпот? А я вот сижу, краснею. Где джекпот? Ребят, где джекпоты? Где? Давайте снова срывать джекпоты, как мы это делали. Не срываются они, потому что мало покупаем лотов. Вот и все. Вот только лишь в этом есть загвоздка. Когда будет много лотов, тогда, конечно, что джекпоты срываются. Часто, много, быстро. И, естественно, что у каждого тоже. Чем больше у тебя лично лотов, тем больше шансов у тебя. Ты повышаешь вероятность срыва джекпота именно тобой. Поэтому потоки денежные. Значит, он должен быть таким, чтобы тебе было на пополнение. Дальше, чтобы тебе хватало на жизнь полностью, чтобы тебе обеспечивало все, что тебе нужно в жизни. И что бы у тебя еще было на покупку e-currency. Потому что покупать e-currency – это очень нужное дело. Это вот твой актив, который растет не по дням, а по часам. На секундочку, если обратить внимание. Поэтому прикупать его стоит. И чем раньше, тем лучше. Ну и, конечно, чем больше у тебя e-currency, тем лучше. Также напомню всем, что можно купить майнер. И потихонечку, когда уже к нам присоединяются новички, вы можете им через какое-то время еще рассказывать, что он может купить себе майнер. Пусть даже он купит пока себе маленький. Пусть он купит себе за тысячу евро пока майнер. Потом раскрутится, купит себе побольше уже, помощнее. Ну, у него может быть пока даже такой маленький майнер. И он потихонечку, потихонечку будет себе уже. И таким способом тоже добывать e-currency. И покупать, и все. Поэтому с нашими обновлениями покупать e-currency стало еще легче. Желаю всем закупаться по полной. Так, чтобы в кошельке открываешь, когда свои кошельки такой, ух ты, и сердце радуется. Есть такое ощущение? Когда открываешь свои денежные потоки в кабинете и делаешь начисление, такой, ух ты, да, мне сейчас и на то хватит, и на то хватит, и на море, и на костюм с отливом, и вообще на все-все-все мне сейчас хватит. И живется великолепно и хорошо. Все будет обязательно, пишет у нас тут Лилия. Абсолютно согласна. Так, что еще? Какие планы на эту неделю? Конечно, чтобы все было круто и офигенно. Вы себе все придумали. Вы себе уже тоже все знаете, что будет. Так, у нас, на секундочку, сегодня уже 20 мая. Вот, вот. И буквально еще неделька, еще пару деньков, и у нас уже начинается лето. И мы в это лето влетаем очень классно, с прекрасным настроением. Почему оно такое прекрасное? Еще, может быть. Тепло это уже само собой. Ну, потому что в это лето будет, ты входишь с огромными возможностями. Ты можешь делать теперь в этом, в этом лете все, 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 что ты хочешь. Это лето будет насыщено нашими встречами, вашими мероприятиями, которые вы будете проводить. Я знаю, вашими поездками по разным городам и по разным странам, вашими знакомствами с огромным количеством людей и интересом к вам, а что такое? А что такое Меркурия? Что такое кэшфлоу? Расскажите мне, покажите. И вы такие, а, давай, погнали. Поэтому легкость, вот такая внутренняя энергия, которая исходит из тебя, она, конечно, привлекает очень много людей. Пусть так будет у всех, всех. И пусть наши новички тоже вливаются в наш движ, в нашу жизнь в стиле Меркурий и как можно быстрее начинают все это ощущать. Я живу с этими мыслями каждый день, и все наши действия направлены на то, чтобы наши новички поскорее уже чувствовали весь тот кайф от жизни с нашим сообществом, который получаем и мы. Ребят, ты можешь жить и проживать жизнь своей мечты и даже ту, о которой ты даже пока еще не осмеливался мечтать. Просто твои ежедневные шаги, твоя настойчивость, твое упорство и твои ежедневные действия. Начислять себе премию, пополнять свои потоки. И когда тебя спрашивают, откуда у тебя все теперь, даже глаза изменились, глаз, взгляд изменился, и откуда даже у тебя деньги еще появились, ты ни капельки не скрываешь. Говоришь очень гордо и честно. Все это с кэшфлоу. Хочешь? Могу тебе тоже показать. И все. Это самый простой и самый эффективный метод рекрутинга на все времена и на все случаи жизни. Поэтому тренируйтесь, рассказывайте, экспериментируйте, футболки с QR-кодом, наклейки на машины с QR-кодом, все, что хотите, социальные сети. Показывайте, проявляйтесь, чтобы вас замечали, привлекайте внимание, светитесь. Вы все очень сильно привлекаете внимание, потому что каждый светится, и невозможно не заметить. Это всегда четко видно мне. Когда мы в отелях, когда мы на кораблях, когда мы в каких-то местах, наших людей видно сдалека. В первый день, пока еще мы друг друга не все можем узнать, не все можем увидеть еще вживую, но четко видишь сдалека, это идут наши люди, потому что они очень сильно отличаются от всех остальных. Они счастливее. У них глаза светятся по-другому. Они улыбаются. У них голова вниз не опущена. Они смотрят вверх и вперед. Они вот такие летящие. Вот. Светлячки счастья, пишет Олеся у нас Гончар. Ох, смотрите, как классно. Светлячки счастья. Да. Желаю всем нам крутой недели. У каждого, чтобы она была вот такой, как ты себе придумал, и еще круче. Много регистраций, много созвонов, продуктивных созвонов. И в среду встретимся на зарядке. Разберем в среду рабочую тему. Я думаю, что в очередной раз поговорим о новичках, о разговорах с новичками, о разных методах тоже, и приемах, и техниках, которые можно использовать, о разных ситуациях, случаях. Поэтому в среду мы встречаемся в это же время, по этой же ссылке в Zoom. Приходите, жду вас, и приводите с собой еще своих участников. Целую, обнимаю. До встречи в среду. Пока-пока. С вами была ваша Ирина Левченко. До среды. Продолжение следует...